Более 700 полетов за полгода и около 300 пилотов-волонтеров. Начиная с марта, немецкая благотворительная организация Ukraine Air Rescue на частных самолетах доставляет медицинскую помощь украинским беженцам и солдатам. Первыми к такой инициативе, конечно, присоединились авиаторы из Германии. Сегодня мы привезли кое-какие вещи в помощь Украине. Для меня честь, что мне выпала такая возможность, и я буду рад помогать снова и снова. Вскоре помочь Ukraine Air Rescue вызвались и американские пилоты. Представителем организации в США стал Джон Боун, бывший капитан авиакораблей компании «Дельта». Весь июль и август он провел в полетах на своем самолете между Германией и Польшей, доставляя лекарства на границу с Украиной. Водители-волонтеры на границе Польши и Украины встречали наши самолеты, загружали привезенные нами медикаменты в свои грузовики и затем отправлялись в украинские больницы. В том числе и те, которые расположены на линии фронта. Часть лекарств жертвуют европейские фармацевтические компании, часть покупается на пожертвования. Помимо лекарств, пилоты также помогли перевезти в Германию несколько десятков украинских беженцев и военных, которым была необходима медицинская помощь, в частности операционная. В сентябре Джон вернулся в Штаты и сейчас работает над тем, чтобы привлечь больше американских пилотов. Сейчас у нас в Штатах около 15 зарегистрированных пилотов. Надо понимать, что американским пилотам немного сложнее помогать, так как им сложнее и дороже лететь на своем частном самолете в Германию. У меня, например, на полет США-Германии ушло 50 часов туда и обратно. Каждый час полета обходится примерно в 500 долларов. В США Ukraine Air Rescue помогают не только пилоты, но и предприниматели, а именно Патрик Шервин, чья компания занимается производством бытовых приборов, работающих на солнечной энергии. Наши партнеры связались с Ukraine Air Rescue и узнали от них, что волонтерам на границе с Польшей крайне не хватает переносных холодильников для хранения лекарств. Мы как раз производим холодильники, которые работают на солнечных батареях. Так что мы сразу решили пожертвовать несколько холодильников для организации. Патрик говорит, что нынешняя ситуация в Украине – это нечто большее, чем война между двумя странами. В конечном счете мы говорим о борьбе демократии против автократии, о борьбе нефтяных режимов с будущим чистых технологий, о власти в руках народа против власти в руках пары человек. Наше стремление заключается в том, чтобы замедлить действия Путина и помочь тем, кто нуждается в помощи. В этом, впрочем, и заключается миссия нашей команды – служить другим. И Патрик, и Джон говорят, что будут и дальше поддерживать Украину, жертвуя необходимую технику и помогая с перевозками лекарств. Субтитры создавал DimaTorzok